Итак, мне задают вопрос по поводу того, будут ли наши суды и судебная система каким-то образом интегрированы в международную судебную систему. Я сейчас хотел бы озвучить, что мы должны сделать, когда правительство ДВК придет к власти. Мы должны подписать практически все основные международные конвенции, которые позволят в итоге заявить, что Казахстан будет устроиться как демократическое государство. И не только заявить, но реально действовать. И мы будем стремиться войти в Совет Европы, подписать соглашения любые, которые приведут к тому, что мы будем интегрировать международную судебную систему. В частности, мы должны добиться, чтобы решение Европейского суда по правам человека действует и на территории Казахстана. Ну, в частности, я приведу пример с России, которая является членом Совета Европы, сейчас, правда, не голосует за действия в Крыму. Но они подписали конвенции, которые привели к тому, что решение Европейского суда по правам человека действует на территории России. И в частности, Навальному многократно удавалось обращаться Европейский суд по правам человека, отменять решение российских судов и получать серьезные денежные компенсации, которые исчисляются там десятками тысяч евро за то, что с ним незаконно поступила российская власть. И вот, когда мы эти конвенции подпишем, мы интегрируемся в международную судебную систему, то есть решения, в частности, Европейского суда по правам человека будут действовать внутри Казахстана. Если кого-то наша судебная система обидит, этот человек, пройдя все инстанции, включая Верховный суд, проиграл, то он может обратиться в Европейский суд по правам человека, и если он выиграет, то казахские суды вынуждены будут исполнять решения международных судов. Таким образом, мы интегрируемся в международную судебную систему.